всем привет мои дорогие зрители с вами снова пельменес и до перерыв был долгий я не знаю с чем он был связан ну кроме поездки конечно хотя и до поездки я мог спокойно сделать видео на счет как-то впадлу было ну вы знаете эти ощущения просто впадлу и любое оправдание там не знаю любую причину там не знаю просто просто говорить мне было впадлу не было лень да это и идеальное оправдание всем ситуациям так вот я бы хотел сделать это трудно назвать топом скорее мое мнение о том какая пушка для каждого класса является универсальной именно одна пушка то есть и но и трудно назвать топом типа для каждого класса 4 пушки сумме покажу какая из каждых путь ну что является универсальной пушкой для каждого класса вот да под универсальностью говорю сразу не это не означает что пушка должна быть и бой на pvp универсальная означает для всех 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 возможных режимов в игре будь то pvc спецоперации рм там pvp там в пабликах любых режимах так далее так далее вот так что начнем когда-то когда стоунера не было я бы назвал универсальной пушка для всех режимов это пара потому что 200 патронов поехавший темп стрельбы хороший урон голову но благодаря множителю конечно же достаточно быстрая перезарядка для 200 патронов но появился великий стоунер и блин мне повезло его выбить 13 коробок вот уж неожиданность поэтому мне не придется доставать его откуда-то на время вот пожалуйста вот он перед вами навсегда и вы уже видите его статы да я не знаю чем ее сравнить коем как с саскаром кстати где этот скар тра-та-та-та тра-та-та-та ни хрена не вижу я да я реально хера не вижу кажется я точно ничего не вижу но впрочем и франскар не так выделяется на фоне остальных вот вы видите его статы то есть это тот же скар только обойму у него получается сейчас я посчитаю обойму всего-то в девять раз меньше да это тот же скар просто собой в девять раз больше нормально понимаете да это насколько ужасно просто это страшный быть вы подумайте пиздец имба там вы смотрите на стану смотришь на статы я больше скажу множители в голову 5 единиц понимаете да то есть это классика штурмовых винтовок чисто логически этот множитель должен быть меньше все-таки ну должен быть какой-то минус у пулемета и не беспокойтесь минус у пулемета есть это отдача рандомная отдача ну понимаете да вот такая вот сдерганная в разные стороны отдачи если хотите очень-очень далеко от прицелиться иногда трудно вот видите видите да то есть я я пытаюсь попасть пытался попасть в голову левой мишеньки но не получалось потому что отдача все тянуло меня в разные стороны и вот рандомная отдача это один из главных минусов также из минусов то что если вы целитесь в одну точку то вы попадаете не обязательно туда куда целитесь это было ну это основная проблема того же пулемета m249 пара но эта проблема теперь уже не только пара еще и стоунера и кажется все из минусов в остальном это поехавший пулемет который косит все подряд на просто просто нахуй все пиздец говно просто нет есть еще один минус вход и выход из прицела чуть-чуть помедленнее чем у той же береточки и других имба стволов так что в том же pvp если вы встретитесь один на один против береточника то он выиграет вас чисто из-за того что он прицел и быстрее прицелится вам в бошку в этом вся проблема но видите да то есть прицел уже как бы появился перед нами перед нашими глазами но пулемет продолжает стрелять туда куда еще вы не целитесь это еще один из минусов в остальном это пиздец имба да я повторяюсь универсальная пушка не означает имбанутая то есть конечно вы можете говорить что берета это имба но она не универсальная пушка не универсально штурмовая винтов то есть с ней на спецоперациях тех же с кучей ботов вы будете чувствовать себя некомфортно с этим же пулеметом вы будете чувствовать себя комфортно везде вот и и мне это нравится ещё мне нравится то что у меня навсегда Ещё мне больше нравится то, что я, блядь, не донатил ради него. Я кредит получил за продажу предметов. Ну, на торговой площадке, полученных во время Армагеддона. Окей, с пулемётом разобрались. Это лучший пулемёт сейчас в игре. Если уж вы не хотите верить, что это универсальная пушка, то это лучший пулемёт в игре на данный момент. Как видели, пересарядка поехавшая. Всё поехавшее. Дальность шикарная. Падение урона шикарное. А, ещё один из минусов, как вы могли заметить. Если я, конечно, открывал модули. Нет глушителя. Вот. Кажется, всё из минусов. Теперь переходим к следующему универсальному хрену. Фостокорежин 12. Да, может вы смутитесь, типа, а в смысле, как это Фостокорежин? Ведь есть Ускон, Тайфун, МАК-7. Но они не подходят для всех режимов. Вы спросите, почему? Да потому что Фостокорежин, это как ЮСАС-12. Только у ЮСАС-12, хоть он и автоматический. Да, вот единственная разница с ЮСАСом основная, это повыше темп стрельбы, а то, что он автоматический, и минус большой, у него очень сильный разброс начинается через недолгое время у ЮСАСа. Фостокорежин же, как видите, прицел вообще толком-то никуда и не уходит. То есть вы можете стрелять непрерывно. Видите, я как скашиваю мишеньки даже на дальней дистанции. Это, по сути, дистанция штурмовика. Во, видите, что вытворят. Так, нельзя пистолет вставать, надо показать сам дробаш. Вот. Он вытворяет чудеса. Да, вы скажете, глядя на урон, и что, 600 есть. Но на самом деле, с его точностями, это божественный урон. Еще и дальность приятная. Нет, падение урона, к сожалению, у него стандартное. Но точность все-таки исправляет эту проблему. И все-таки плюсом еще большой ассортимент модулей. Как вы видели, безумно быстрая перезарядка для 20 патронов. Да. Ну, это не ускоренная перезарядка, ни капельки. Хотите, я покажу ускоренную перезарядку? Максимально, блин, ускоренную. Сейчас. Я знаю, как это сделать. Так, перчатки Элита, Жилет Атлас. Короче, здесь плюс 20, плюс 15. И от комплекта в две вещи Киви еще плюс 20 перезарядки. Оп, оп, оп. Все. 20 патронов по 610 урона. Оп, оп, оп. Все. Нормально так, да? Оп, оп, оп. С пистолетом вообще ару нафиг. Оп, оп, оп. Все. Обожаю перезарядку быструю. Но, к сожалению, из-за этого вы жертвуете очень сильно броней. Так что да. Это еще один универсальный пуколь в игре после Стоунера. Я не знаю, может в будущем появится другой дробовик, который будет круче Фостека. И при том универсальным также для всех режимов не только для ПВП, как Ускон или Тайфун, а также и для ПВЕ и для спецух. Вот. Понимаете суть. Следующий в очереди. Томпсон. Это... Это пиздец. Это... Вот это тот случай, когда это имба на ПВП. Притом не только на ПВП, а везде. У инженера до этого максимум патронов был, это ППШ. Кажется, 70 патронов. На втором же месте был Бизон. Это 64 патрона. Но обе этих ППшки не были крутыми. Они были крутыми только вот как раз таки обоймой и тем, что они, ну, вот, долго стреляют. Хотя нет, ППШ, кстати, у него ронс секунды был хороший. И множество ребошку хорошей. Был. Почему был? ППшка-то все еще существует. И мне кажется, в предметах у меня еще лежит парочка на время. Так вот, Томпсон, это пиздец. Я иначе не могу выразиться. Вот это точно, блин. Вот как ее прозвали когда-то в те времена, во времена итальянской мафии. Печатная машинка. Просто реально скашивает все нахрен. Серьезно. Это пиздец просто. Притом анимация сексуальная. Вот это просто очень сильно радует. А, вы заметили, да? Это причина универсальности, это всегда быстрая перезарядка. У Стоунера быстрая перезарядка. У Фосте Коррежен, пиздец, быстрая перезарядка. У Томпсона, как видите, тоже быстрая перезарядка. И вы понимаете, да? Это какой страх. 80 урона, ребята, АК-103. Падение урона благодаря отсутствию пламегасителя снижено. Падение урона снижено, да? То есть, ну... Да, конечно, я не сношу ее так же быстро, как со Стоунера или с Фосте Коррежена. Но все-таки это пиздец просто. По сути, это как... Вот это та же УЗИПРО, только улучшенная. Да, если так грубо выражаться... Сейчас покажу вам УЗИПРО. А где она, кстати? Господи, я все потерял. Вот она. Вот УЗИПРО. А вот Томпсон. Ну, то есть, да. Вот единственная разница, чем УЗИПРО лучше Томпсона, в кавычках, лучше. Это темп стрельбы. Ну ладно, ладно, еще дальность единичка, да. В плане, кстати говоря, падения урона и дальности у УЗИПРО лучше. Но Томпсон зато скашивает на своей дистанции гораздо, блин, мощнее, чем УЗИПРО, как видите. Урон выше. Обойма, блин, тоже больше. И перезарядка быстрее, чем у УЗИПРО как раз-таки. Это охерительно. Скашивает он все нахер просто. И точность от бедра, кстати, безумная, на самом деле, для такого пистолета-пулемета. Так что, ладно, вы понимаете, да, это пиздец. Я так же рад, что выбил ее за бесплатно, кстати. Это один из тех донатов, которые я выбил за короны. И, скорее всего, это последнее, что я выбил за короны, потому что с моим... Я хотел сказать с моим везением, вспоминая о том, что я выбил 100 на 13 коробок еще и за кредиты, которые получились бесплатно. Ладно, молчу. Последняя херня в нашей игре. М14 Crazy Horse. Нет, не обязательно Якудзу. У меня просто версии навсегда нету, а нужно было что-то показать. Единственный вариант был у меня за бесплатный это М14 Якудзу. Из предметов в честь пасхода, кажется, выдавали. Или там как награду за какое-то задание. Так вот, это очередная универсальная махина в нашей игре. Особенно, блин, после улучшения, когда увеличили обойму в полтора раза и сделали множитель единицу по конечностям. Единица, блять, по конечностям. У полуавтоматической снайперки на 350 урона. Это пиздец. И... Заметьте, да? Перезарядка тоже, блин, быстрая. Прям... Это первый признак универсальности. Быстрая перезарядка. Даже если у вас будет маленькая обойма, вы сможете чувствовать себя комфортно в любом режиме. Даже чисто благодаря перезарядке. Ну, я не знаю, что сказать. Это... Это пиздец. Единственное, что мешает стать Крэзи Хорсу имбой имбой, просто лютой, это отсутствие опрокида. Это единственное, чем ДСА СПР на данный момент лучше, чем М14 Крэзи Хорс, наверное. Вот единственное, кстати. А может и нет. Еще... А! Еще тем, что глушат листью ДСА. У Крэзи Хорса, кстати, его нету. Так что, блин, да, кстати, а ведь у Томпсона его нету, у Стоунера нету, у Крэзи Хорса нету. Впрочем, а чего в этом страшного? Просто, если есть какая-то миссия у вас специальная на то, чтобы вы стреляли с глушителем, то уж возьмите другую штучку. Все-таки самое главное-то... Пхух, боже. Выживать на всех режимах с одной пушкой. Разве это неприятно? У вас необязательно должен быть гигантский склад на все случаи. Типа, о, вот это на ПВП. Не хочу. Вот это на спецоперации. а вот с этим я буду играть на там на рмки ебать приятно когда у вас есть одна пушка на все режимы да да именно так одна проблема полуавтоматические снайперки сука запрещены на рм не судьба впрочем ладно я все сказал а как дополнительное универсальное оружие кстати вот здесь на самом деле я у меня спор в башке возникают что является универсальной пушкой в дополнительном слоте я бы сказал блок но на дальней дистанции он бесполезен таврус та же история м по патронов мало чешка та же история а пояс ну прицел бы на него и отдачу послабже поиграть возможно возможно розовый микро дикл маленькая обоймы перезарядка достаточно долго перед вот в этом плане он лидер перед на самом деле носик саур то глушитель есть свой хоть и множитель в башку снижен настолько что по башке вы не смажете это единственная проблема сексауры сейчас кроме того кроме того на самом деле не нахожу других альтернатив ладно пистолет генерал кстати до пистолет генерала хоть у него обоймы и маленькая но перезаряжается он достаточно быстро так что вот и выделяем вам три варианта универсальных пистолетов во всех режимах поряд большая обойма быстрая перезарядкой на дальней дистанции хорошо и бождь сиксаур свой глушитель но хоть и нет ваншота в голову единственного проблема и пистолет генерала очень быстрая перезарядка ебанутый множитель в башку то есть там на больших дистанциях вы сможете носить много урон по башке да что могу сказать это все кажется да я все сказал скорее всего это сказать я уверен у всех есть другие взгляды на вооружение может кому-то рпд кастом больше зайдет в роли у универсального пулемета но я бы не назвал его универсальным потому что 100 патронов для спецоперации ну не камильфо вот или например как раз таки плюс раз бы кто-то сказал здесь но блин у него при непрерывной стрельбе так прицел разбрасывает что лучше не рисковать с инженером жену я бы бизон как вариант добавил но это дебильно потому что ну вы с бизоном ничего на пвп не сделаете к сожалению против имбанатов с крис кастомами скорпионами с томсоном же вы сможете выжить против них да у снайпер же альтернативе как я уже сказал дса 20 патронов есть глушак есть апрокид достаточно быстро перезарядка для такой обоймы так что да вот это мое мнение как вы уже поняли я пиздец как хочу крэзи хорс и фосток оригин я об этом даже на форме написал может кто-то неожиданно увидеть это и такой ой слушай чувак у меня лишний пин-код есть как раз таки на просто кори же навсегда m14 crazy horse навсегда так неожиданно неожиданно так сложился у нас но к сожалению так сомнительно что будет так что я надеюсь что во время летнего марафона может одна из этих пушек будет или во время следующего события эта пушка будет как гарантированная награда за задание так что как-то тогда с вами был пельмени с всем пока наверное пока